Войны последней армяно-азербайджанского конфликта показывают, насколько эффективны действия беспилотников по незамаскированной технике и при отсутствии ложных каких-то объектов. Давайте представим, мы поставили там 4 танка замаскированных ложных, и один боевой, который прячется, там уходит. Вот мы его завели, быстренько замаскировали. Насколько тяжело будет определить Байрактану, где же все-таки боевой танк. В инженерных войсках России теперь создан отдельный маскировочный полк. На учениях «Кавказ-2020» за 3 минуты он развернул макеты 10 танков целую роту на важном направлении. Для условного противника, который принял их за реальную бронетехнику, это был неприятный сюрприз. Когда его поставите, вот так вот расставите, БМП, танки, и вы посмотрите, что на вас наступает реальный танк. Вам будет казаться, что это в 3D снятый, и вот эти листы фанеры, они размером реальные. Вот выставили их, пожалуйста. То есть есть специальный макет с использованием фотографической техники, который при наблюдении визуальным противником создает впечатление наступающего танка. Да, да. Вот. И все это реально работает. Теперь для каждой боевой части предусмотрены имитационные средства. Маскировочный полк может сымитировать и танковую атаку с помощью специальных звуковых установок и макета с фотообоями в изображении 3D. Это бук? Да. Новый уже макет. Совсем новый? Да, совсем новый. Слушайте, и... Видите, даже антенна. Зенитно-ракетный комплекс С-300. Тоже надувной. Я хочу попробовать. А это, получается, люди отделения? Отделения. Его экипаж как-то? Ну, маскировочное отделение. А они уже в них входят. Не только эта машина, у них несколько. Экипаж как-то? Экипаж как-то? Экипаж как-то? Экипаж как-то? Продолжение следует...